Микс Ньюс Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции Болткома, Олег Пеков в студии. Программа «Встретились, поговорили», хотя сегодня мы встречаемся и говорим виртуально по скайпу. Сегодня у нас такой своеобразный радиомост с кандидатом исторических наук, сотрудником Европейского университета Санкт-Петербурга, Леонтий Владимирович Ланник в нашем эфире. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Слышно, всё прекрасно, связь установлена. И, ну, Латвия продолжает праздновать столетия образования республики. Понятно, что начинается, ну, когда эти празднования, действительно, мы, часто история обрастает мифами, и это количество переходит, может быть, в качество через какое-то время определенное. И сегодня мы поговорим о том, что, может быть, остается за кадром, что не попадает в школьные учебники, ну, потому что мы в Латвии, может быть, не знаем особенно имени Августа Виннега, представителя германского правительства, который подписал акт о признании германским правительством Народного Совета и Временного правительства Латвии в ноябре 2018 года. И вот даже Николай Кабанов называл его акушером латвийской независимости. Сейчас в Латвии доступна книга «Прибалтийский излом» 1918-19, «Август Винник» около эстонской латышской государственности. И как раз-таки наш сегодняшний гость, наш собеседник Леонтий Ланник был тем, кто перевел и подготовил к изданию это мемуары Августа Виннега. Ну, может быть, давайте начнем как историки с анализа исторического источника. И что же это за человек, написавший свои мемуары, насколько его личность интересна для истории Латвии и Эстонии, и чем он заинтересовал вас конкретно, ну, как персонажа, как автора мемуаров? Да, спасибо за вопросы. Ну, хотелось бы как раз ради латвийских радиослушателей лишний раз оговориться, что я, в общем-то, германист, и поэтому смотрю на те события, безусловно, интересующие нашу сегодняшнюю аудиторию, в общем, через латвийскую призму, я смотрю как раз через призму германскую. Но особенно интересно мне вот уже много лет является так называемая первая оккупация, то есть оккупация не Второй мировой войны, а эпохи Первой мировой, в том числе оккупация, конечно, и Прибалтики, и оккупация современной Латвии, тогда имевшей совершенно иные границы, совершенно иную такую неоднозначную, что ли, структуру и судьбу. И с этой точки зрения, разумеется, винник фигура заметная, с точки зрения как раз каких-то германских намерений, планов и действий, он затмевает, может быть, такой привычный по латвийским учебникам истории ряд личностей, ассоциирующихся с событиями. Это не то чтобы более правильно, но это просто совершенно иной взгляд, иной угол зрения. И посему я хотел бы предупредить об этом возможных читателей этой книги. Ну, на самом деле, действительно, эта книга написана ведь в, по-моему, 21-м году, когда винник, он лишился своего поста, ну, из-за того, что он примкнул к Аповскому путчу и оказался в немилости. Может быть, это какая-то попытка, ну, напомнить о своих заслугах, о своем значении. То есть здесь, ну, с точки зрения историка, наверное, конечно, нужно принимать во внимание, что мемуары всегда пытаются немножечко приукрасить автора, и это возможность у автора каким-то образом выпятить свои заслуги. Да, конечно, тут, и, собственно, предисловие я об этом довольно подробно пытался написать и предупредить. Тут мы имеем личность такую специфическую, которая не может быть искусственно сведена к каким-то стереотипам. То есть Август Винник позиционирует себя как социал-демократ, но это не мешает ему быть резким антибольшевиком. То есть никакой там, никакой социалистической солидарности у него не осталось. Более того, в числе его друзей, ну, во всяком случае, сотрудников, соратников, с которыми он работает, это будущие, ну, достаточно яркие фигуры уже Третьего Рейха. Да, при этом Август Винник вовсе не считает себя ренегатом, потому что он такой специфический тип очень правого социал-демократа, который под влиянием Первой мировой войны превратился в более националиста немецкого, разумеется, чем социал-демократ. Хотя когда-то он там, как он сам это описывает, был, ну, как минимум в приятельских отношениях, допустим, с Розой Люксембург. То есть будущий лидером немецких коммунистов, даже не социал-демократов. И вот эта националистическая грань его и привела Винника к тем акцентам его деятельности, которые он демонстрирует. Разумеется, когда он писал вот эту первую версию своих мемуаров в 21-м году, и она очень ограничена по времени, он там написал далеко не всё, что мог рассказать. Конечно, это, в общем-то, даже не вполне мемуар, это публицистика. Публицистика человека, который слетел, да, со своих постов, и которому, в общем-то, не просто нечего терять, а как раз наоборот, он теперь может позволить себе кое-что рассказать. Но далеко не всё. Безусловно, был вариант перевести не эту версию, а более поздний трудовинник. Он потом состоялся как писатель. То есть он, вообще говоря, неплохой представитель пишущей «Братья». Но дело в том, что из политической конъюнктуры он, конечно, никогда так и не вышел. И понятно, что об этих же событиях в конце 30-х он писал по-другому, с понятными, вернее, предполагаемыми априорно акцентами. Поэтому, несмотря на то, что это очень горячая публицистика, там и близко не может быть объективности, всё-таки уж лучше это, нежели хорошо обдуманная дезинформация версии конца 30-х. Ну, давайте, может быть, для наших слушателей объясним диспозицию, что же произошло накануне. Потому что, в принципе, у нас в учебниках всё, ну, как водится, всегда очень гладко и просто рассказывается. Вот, объявлена независимость 18 ноября 2018 года. Но, на самом деле, ведь этому предшествовала, во-первых, революция в России, которая привела к тому, что немецкие войска начали своё наступление активно на Восточном фронте, стали, воспользовавшись вот этой ситуацией, захватили практически всю территорию прибалтийских, тогда ещё не государства, а это была территория Российской империи. И, в принципе, вот понять, кто, что, какие силы действуют, какие партии, какие движения, это же было очень и очень сложно. И, в принципе, я понимаю, что как раз-таки, ну, вторая миссия уже Винника была как раз разобраться во всём этом. А первая, чисто прагматическая, он приезжает как представитель германского правительства с целью колонизации просто вот этих земель, которые Германия считает, что вот теперь-то мы сможем здесь восстановить власть немецкой аристократии, население, которое хотело бы переехать сюда, организовать ему нужно отдых. И вот такая первая его миссия абсолютно чисто утилитарная. Ну, тут я бы хотел внести несколько уточнений. Во-первых, для того, чтобы как-то анализировать, мы должны мысленно отказаться от привычных нам по сегодняшнему дню географических рамок. Вот, в принципе. Есть Лифляндия, есть Курляндия, есть Витебская губерния. Всё это, хотя и соседние губернии Российской империи, но они находятся исторически в очень разном положении. Соответственно, очень разные ситуации. Раз. Соответственно, Курляндия оккупирована германской армией в течение весны-лето 2015 года, Рига в сентябре 2017, большая часть Лифляндии, соответственно, в конце февраля 2018. Ну, и то, что сейчас называется Латгалией, тоже в феврале 2018. То есть, ну, разная продолжительность германской оккупации. Что касается колонизационных проектов, то разный уровень представительства от ост-зейских немцев. Максимальный он в Курляндии, существенно меньший он в Лифляндии, и исчезающий малый он в Латгалии. Соответственно, разная религиозная обстановка и прочее. Что касается Винника, то как раз интерес его, как фигуры, в том, что он типичный и исключительный для революционной эпохи тип авантюриста, который внезапно из никого сможет стать всем. То есть, Винник при Балтике человек чужой. В общем-то, он не имеет к ней никакого отношения. Если бы он сам был, допустим, ост-зейским немцем, переехавшим из Лифляндии или Курляндии в конце XIX века в связи с русификаторской политикой, это было бы понятно. А он просто никто. В первой своей миссии он не был даже представителем правительства. Он был ловким и известным профсоюзным лидером, который должен был ознакомиться на месте с ситуацией, с тем, чтобы потом, уже как человек, что называется, свой, способствовать массовому колонизационному движению. Но и с Германией. Связей специальных с ост-зейскими немцами у него пока нет. И вряд ли они тогда предполагались. Плюс надеются, что он как социалист, умеренный и известный, сможет обеспечить, ну, по меньшей мере, умеренную поддержку, осторожную такую соглашательскую позицию местных национальных элит, эстонских и латышских, которым только-только на исходе Первой мировой войны германское правительство повернулось лицом, до этого упорно делая вид, что их позицию в общем-то можно не учитывать. Там много горьких моментов, и виние на них как минимум намекают. Несмотря на то, что он немецкий националист, но все-таки он показывает, что до его прибытия оккупационная администрация в принципе имела неконструктивную позицию и даже с минимально лояльными деятелями, ненемецкими, контакта не искала. А можно ли сказать, что идея национальной независимости в то пору была тоже, в принципе, ну как, скажем, в 85-м году уже 20-го века тоже как бы под... Говорили скорее о какой-то автономии, о каких-то больше... Ну вот идея национального государства, она выскалась очень-очень осторожно, и даже самые смелые отчаяния были, ну вот как просто автономия в рамках Германии, то есть вот с одной валютой, с одной экономикой, просто вот какие-то возможности автономии. Ну тут спектр был самый широкий, потому что брошенная фраза праве нации на самоопределение, она использовалась много кем, и вовсе не только Лениным, и вовсе не только, допустим, Вудро Вильсоном, да, президентом США. Это был такой лозунг, даже пропагандистский такой, может быть, жупел, который всякий использовал в своих интересах, до определенного момента. Это очень хорошо показывает мирные переговоры в Бресте и последующие мирные переговоры в Париже, если это можно назвать переговорами. Поэтому в зависимости от толкования, разумеется, были различные точки зрения, что все-таки своего рода автономия, может быть, в губернских границах, может быть, в надгубернских, будет в составе России, может быть, это будут какие-то отдельные герцогства, ассоциирующиеся с Германией, например, в личной унии. Может быть, это будет просто действительно новое, очередное государство в составе Германской империи, потому что мы должны понимать, что Германская империя — это в современных терминах федерация. Тогда это, конечно, так не называлось, но на самом деле это федерация. И прочее. Кто-то говорил, что это будет все-таки официально независимое государство, но с немецким принцем одним из на троне и связанное с Германской империей определенными рамочными соглашениями и интегрированное в конечном итоге в германский проект переустройства Европы. То есть могло быть разное. Самых смелых сторонников ориентации на Антанту, которая тоже бросалась лозунгами полной независимости, разумеется, пока Латвия была оккупирована, им приходилось, ну, в лучшем случае, помалкивать. А вообще говоря, и уезжать. Поэтому здесь однозначного ответа, конечно, нет. Но мы говорим пока вот еще о... Только в начале 18... Ну, до начала 18-го года, до ноябрьской революции в Германии, до поражения Германии в Первой мировой войне, которая поменяла, опять-таки, расстановку сил, потому что и среди самих латвийских партий там тоже, действительно, часть были про-германские, часть ориентировалась на Антанту, и там, опять-таки, согласия абсолютно не было. Да, конечно. И я бы не сказал, что это были разброты и шатания. Это была попытка угадать все-таки исход войны. Дело в том, что многие забывают, но нужно иметь в виду, вплоть до августа 18-го года исход Первой мировой войны большинству, подавляющим большинством, так представлялся, как минимум, неоднозначным. Более того, были весьма неглупые люди, которые все-таки считали, что Германия выиграет. Нам сейчас это сложно представить, но, тем не менее, чисто внешне к этому были все основания. В конце концов, на Востоке она якобы победила, Восточного фронта якобы нет, и во Франции все-таки Германия наступает, и Париж обстреливает из дальнобойных орудий, между прочим. Да, это хочется напомнить, что и Брестский мир, который, в принципе, открыл для немцев возможности перебросить, ну, решить проблему Второго фронта, перебросить значительную часть войск на Западный фронт, он тоже, казалось, ну вот, все идет к победе, к возможности начать сокрушающее наступление именно на Западном фронте. Ну, вот как раз пафос моих исследований в том, что, к сожалению, для Германии, в силу ряда причин, но это долгий разговор, Брестский мир не дал Германии сконцентрировать силу на Западе так, как надо. И поэтому она все-таки, в том числе, поэтому она все-таки проиграла. Но очень долго, это никто не мог предвидеть. Более того, когда стало понятно, что Германия все-таки проиграет, в самой Германии и многие на оккупированных ею территориях вовсе не считали, что на этом германское влияние на Востоке закончено. То есть, вполне рассматривался вариант, и очень долго, что да, на Западе Германия проиграла, и в Заслотаринге она отдаст, и какие-то тяжелейшие условия там будут, а вот, предположим, Восток в той или иной форме в зоне германского влияния останется. Ну и, кстати, вот Николай Кабанов в своем предисловии тоже к этой книге говорит о том, что когда сейчас немецкие войска Германии в составе сил НАТО находятся в Латвии, и, в принципе, вот влияние такое сильное, то, в принципе, в этом сбывшееся пророчество. Мы сейчас должны будем сделать небольшую паузу, после чего вернемся в студию, обязательно продолжим разговор. Разговор о латвийской независимости, о мемуарах одного из акушеров латвийской независимости, Августа Виннига. А с нами на связи по скайпу историк, российский историк, сотрудник Европейского университета, германист Леонтий Ланник. Ну, а мы продолжаем, продолжаем программу «Встретились, поговорили». Я напомню, что сегодня с нами на связи по скайпу российский историк, германист Леонтий Ланник и автор перевода, и человек, подготовивший к изданию книгу «Прибалтийский излом». Это мемуары Августа Виннига, немецкого чиновника, который стоял у истоков латвийской государственности. Книгу эту можно приобрести от магазинов «Полярец» сейчас. И я обратил внимание, что действительно, это ведь историческое издание с большим справочным аппаратом и с большим количеством примечаний. Вот скажите, пожалуйста, когда вам пришлось, ну вот как германисту, окунуться все-таки в историю еще и Латвии, и Эстонии, насколько эти фигуры, персонажи, которые там появляются, здесь дается очень широкий спектр характеристик, политических портретов, каких-то личностных качеств, вот насколько эти фигуры были для вас близки, знакомы, кто вызывал, может быть, какие-то симпатии, антипатии? Ну, я, в отличие от большинства историков, не буду здесь там рядиться в тогу объективности и говорить, что там воздерживался от симпатии, антипатии. Конечно, был определенный до этого фон сложившийся. Дело в том, что я переводил им мемуары Рюдигера фон дер Гольца о его действиях в Прибалтике в 2019 году. И уже был определенный, что называется, фон и картина. И плюс был опыт с переводом боев в Прибалтике такого и германского официозного описания боев Райкоров в 2019 году. Так что, конечно, у меня какие-то предубеждения уже сложились, но, прекрасно понимая специфику, я обратился к своим коллегам, которые как раз, наоборот, в фокусе имеют Латвию, и как раз господину Кабанову, и господину Семендею. И, скажем так, германскую часть, и узкогерманскую, поскольку оригинал книги рассчитан все-таки на германского читателя, тех лет, который эти намеки улавливает без пояснений, и упоминаемые личности из Германской империи, Веймарской республики, они ему понятны. Эту часть комментариев писал я. А прибалтийскую часть, конечно, в основном писали коллеги Кабанов и Семендеи. Конечно, мы как-то согласовывали свои впечатления, но я, безусловно, больше доверял им. Хотя, разумеется, я думаю, что для любого советского человека тот же Ульманис имеет определенный портрет априорный. Он, безусловно, какой угодно может быть пристрастный, неточный, но сказать, чтобы фамилия была незнакомой, конечно, нет. И в меньшей степени это можно сказать и о некоторых других упоминаемых персонажах. Я обратил внимание, действительно, и это упоминается, что Август Винник называет Карлес Ульманиса Карлом Ульманом на немецкий манер и даже всячески подчеркивает, что зачем человеку с немецким происхождением нужно прикидываться кем-то другим. То есть, ну, какой-то такой, мне показалось, подтекст в его мемуарах. Да, безусловно, но причем я намеренно это оговаривал, и сам Винник намеренно в своих мемуарах, он, разумеется, мог бы везде писать Ульманис, но он пишет Ульман, везде последовательный упор. Но это феномен хорошо известный, когда долго бывшие части имперских элит, ну, особенно это характерно для армейских кругов, если вдруг империя распадается, образуются независимые государства, те, кто раньше упорно из себя изображал, соответственно, там, немца, русского и так далее, вдруг обретают свою идентичность с разной степенью убедительности и с разной степенью основания. И это само по себе, разумеется, достойно внимания. Тут совершенно речь не в оценках или не в справедливости какого-то винниговского, может быть, возмущения. Это просто интересно само по себе. Вот эта страстная его убежденность, как будто он, я не знаю, знаток генеалогии Ульманиса, но убежденность абсолютная. Это по-своему характеризует не столько Ульманиса, сколько, может быть, самого Виннига. Он все никак не мог поверить, что среди латышских политиков может быть такая фигура чистого латышского происхождения. Ну, а с другой стороны, будем говорить откровенно, есть и строго обратное явление, когда действительно весьма и весьма сложного этнического происхождения и предыстория личности пытаются искусственно стать более этнически чистыми и быть святее Папы Римского. Поэтому это нужно учитывать, когда мы имеем дело с субъективными мемуарами и с такими событиями. Ну, вот говоря про субъективность, Винник очень часто жалуется, ну, в мемуарах возмущается коварством латвийских политиков, ну, и эстонских тоже, но, в частности, вот он говорит о том, что в самые трудные моменты, когда латышское государство существовало буквально лишь на бумаге, в принципе, все, что происходило, это происходило под нашей защитой на наши деньги и в результате все равно никакой благодарности за это вот Германия не получает. Вот насколько это его оценка, ну, опять-таки, объективна или это, может быть, опять какие-то такие немножечко имперские, ну, вот замашки человека, который приехал, представляя огромную, большую, ну, империю? Ну, что касается там параметров благодарности, то в политике вообще такими категориями мыслей достаточно странно. Я думаю, что при желании можно в адрес последующей независимой Латвии выдвинуть, ну, по крайней мере, некоторые аргументы, которые бы доказывали, что Латвия вполне лояльно относилась к представителям бывших имперских наций, то есть и к немцам, и к русским. И наоборот, можно привести массу фактов и примеров, что и Латвия, и Эстония отнеслись к тем, кто действительно участвовал в их войне за независимость, мягко говоря, неласково, как минимум. И, ну, по этому поводу развести здесь серьезную дискуссию. Но для того, чтобы не становиться адвокатом одной из сторон, мне хотелось бы призвать в любом случае исходить из внимания к интересам. То есть Винник очень искренне в своем возмущении на том простом основании, что он, в принципе, не желает поставить себя на место тех, кто изначально мечтал о независимой Латвии. И поэтому он восмущен, и поэтому он требует сохранения зависимости Латвии от Германии. Разумеется, Ульманис, который, будучи, мягко говоря, реалистом, вынужден был действовать из текущей обстановки, если бы он мог, конечно, он бы обошелся без германской помощи. Он не мог без нее обойтись. Но это не значит, что он должен был сразу же, навсегда расстаться со своим идеалом независимого Латвия. Я бы здесь согласился с Винником в том, что в действительности последующие заявления, что независимость нам дороже всего, были на самом деле куплены абсолютной и полной лояльностью к Антанте со всеми вытекающими последствиями. Но возмущение Винника, что в итоге Латвия выбрала независимость под сенью Антанты, а не независимость под сенью Германии, они не могут претендовать на объективность. Так же, как не могут претендовать на объективность, утверждение, что вот мы разгромили сначала русских, хотя, в общем, о каких русских идет не очень понятно, так как армия Советской Латвии все-таки была во многом укомплектована латышами. И вот это отождествление между большевиками и русскими, оно особенно вопиюще выглядит именно вот в латвийском случае. Можно подумать, что Петрис и Тучка русский, или там Вацетис русский. Да? И поэтому вот эти рассказы, что вот мы сначала русских выгнали, с помощью русских, кстати, вот, тех же ливенцев, а потом мы, соответственно, выгнали немцев, и вот мы стали такие независимые. Они, ну, исходя из реальных политических, скажем так, процессов последующих, 20-30-й год, не выдерживают никакой критики. Так что здесь два националистических, даже три националистических мифа, примерно одинаковой степени достоверности. Поэтому историческая задача в том, чтобы помимо представленного националистического мифа в одной версии, рядом поставить другой. Не опровергнув первый, а просто достроить этот диптих или триптих, если угодно. Но ведь насколько в самом деле влияние Виннига было в Великона, что он лично одобрял или отвергал кандидатов, которые должны были, ну, войти в состав центрального органа власти будущей Латвии, насколько его влияние было таким большим, как он, во всяком случае, утверждает? Ну, как и все мемуаристы, он искренне преувеличивает свою роль. Опять же, не дезинформации ради, а потому что человеку свойственно все-таки определенный даже не то, что эгоизм, а иногда и эгоцентризм. Но то, что Винник на какой-то момент оказался, во-первых, предоставлен сам себе, потому что в Берлине был полный хаос между ноябрем 18-го и там концом января 19-го. Но это подтверждается историческими фактами легко. Если у вас, извините, в Берлине идут бои с применением пулеметов и артиллерии, то вряд ли Совет народных уполномоченных, то есть тогдашнее правительство Германии, будет там всерьез думать о нюансах взаимоотношений с Некоей Латвией, правительство которой не контролирует не то, что там половину, заявленные территории, а уже меняет столицу и просто бежит на Запад, неизвестный где будет Запад. Поэтому Винник действовал действительно во многом сам, пытаясь задним числом как-то просто добиться определенного согласия на «уже сделан, но е». Не было времени, не было технической возможности сначала согласовать, потом реализовать. Потом Винник действительно оказался на какой-то момент и фактически явочным порядком хозяином громадных, не только политических, но в первую очередь финансовых ресурсов. И действительно он, оставшись без Берлина, который просто его сделал генеральным и полномочным и сказал «разбирайся как хочешь», он действительно от него зависело будет, хотя бы некий кредит доверия правительству первого Влада или нет. Потому что оккупационные германские войска – это реальность. Именно латвийской армии пока еще нет. Она в стадии формирования, тот же Ландесвяк. Чем она будет вооружена и состоится ли она вообще? Зависит от того, будет ли оружие, полученное из германских складов, потому что других нет. И будут ли деньги. Это опять же выданы германскими оккупационными властями. Поэтому дело не в том, что он там в прямом смысле просто все продиктовал и сам все сделал. Но в конечном итоге он предоставил те ресурсы, которые без него не мог предоставить никто. Если Ульманис и надеялся, что, предположим, Антанта оперативно вмешается, и он не один надеялся, и в Эстонии надеялись, что вот все, Антанта победила, и практически послезавтра придут какие-то антантовские десанты, и все будет в порядке, то эти иллюзии развеялись. И в Прибалтике они развеялись быстро. Потому что присланная английская эскадра, она демонстрировала себя, но это не те силы, которые способны остановить развитие событий. Я просто в оправдание прибалтийских политиков хотел бы напомнить знаменитые стройки из Булгакова, касающиеся Киева в Белой Гвардии. Там тоже в Киеве все ждали, что раз, если в город послезавтра войдут там сербские части, чуть ли не сенегальские. Это нереально. В Риге и в Талине тоже ждали. И английская эскадра показалась. И вот тут-то и выяснилось, что эскадра эскадрой, но от большевиков она не спасет. Особенно если на сторону большевиков массово переходит местное население. А это факт. Но вот как раз мы подошли вот к этому моменту, ведь получается, что латвийское государство, которое было декларировано вот 18 ноября, существовало действительно на бумаге, то есть практически не контролируя территорию, когда в Латвии оставалось даже в каком-то правительстве, по-моему, в меньшинстве, большинство выехало за пределы Латвии. То есть можно ли, ну вот говорится, что ситуация была в самом деле критической, и все это держалось только на немецких штыках? Да, конечно, она была критической. Может быть, в течение сравнительно короткого срока, ну, предположим, двух, трех, четырех недель. Но если посмотреть чисто внешне, ситуация отчаянная. Потому что в конце января 2019 года из территории современной Латвии большевики не занимают что-то около двух уездов. в Курлянске, включая саму Лебаву. Нет никаких сомнений в том, что как только РКК подтянет силы, придет в себя, реорганизуется, она, разумеется, будет наступать дальше. И она планировала наступать, это легко доказывается документами. Нет никаких сомнений в том, что эвакуация германской армии в целом закончена, идет масштабная демобилизация германских войск, в самой Германии, хаос. И будут ли те, кто согласен будет после долгой изнурительной войны воевать где-то там в Латвии, просто за паек и жалование, может и будут, а может и нет. И поедут ли они, и смогут ли они приехать с учетом транспортных сложностей, это вопрос. Хотя вербовочное бюро работает, и какие-то там надежды есть. Но это пока надежда. Что касается перспектив собственно латвийской армии, то Ландесвер состоял главным образом из балтийских немцев. Их лояльность в отношении правительства Римуниса, учитывая его состав, была, мягко говоря, сомнительной. Потом она стала вообще нулевой. Позиция русских род Ландесвера и отрядов Дыдорова, Ливина была более или менее лояльной. Но не было никаких сомнений в том, что конечной целью этих отрядов является восстановление суверенитета законной российской власти. Какой бы она ни была. Что касается мобилизации латышского населения, то, во-первых, в общем-то, негде мобилизовывать. Большая часть территории Латвии это уже советская Латвия. Во-вторых, было достаточно времени убедиться, что латышское население помещиков, то есть отзейских немцев, ненавидит. С удовольствием принимает участие в захвате поместья вместе с большевиками. Ну, а то, что впоследствии латышское население познает, что такое продразверсткое радикальное социальное преобразование и возьмется за вилы, но уже против большевиков, то да, конечно. Но когда это произойдет, это вопрос. Как минимум должно пройти 2-3-4 месяца большевистской власти. Потом это случилось. Но в конце января 2019 года никаких оснований для оптимизма нет. Когда приедут тантантовские части десанта, и приедут ли они вообще, неизвестно. То есть положение отчаянное. Да. А если вернуться чуть-чуть назад, ведь получается действительно исторический парадокс. Латвийская республика была объявлена в тот момент, когда в условиях оккупации, то есть практически в условиях немецкой оккупации объявлена Латвийская республика, ну и как многие проводят параллели, ведь через какое-то время, в 1940 году в условиях, ну если проводить параллели, оккупации была объявлена советская. Уже Латвия. То есть можно ли здесь проводить какие-то аналогии параллелей, или как всегда эта история немножечко другая? Ну если тут воздерживаться от каких-то оценочных суждений, то поскольку провозглашаемое правительство должно иметь ресурс, на который оно опирается, то соответственно, если этих ресурсов нет, оно будет опираться на то, что имеется. Да, декларативно, но тем не менее. Объективная реальность на ноябрь 1918 года такова, что армии Латвии нет. Она, возможно, будет, но потом. Сейчас ее нет. Соответственно, ждать с повозглашением независимости до того, как она появится, тогда она не появится совсем. Это просто логично. То же самое и, наверное, можно сказать, относительно событий 1940 года. Объективная реальность такова, что на территории Латвии стоят советские войска. Возможно, что и без советских войск при некоторых условиях, предположим, социалистическая Латвия сформировала бы свою армию. Возможно. Но этого времени у нее, естественно, нет. Идет Вторая мировая война. Поэтому хочется спросить тогда, а как возможно было быть по-другому? Ну да, история не знает сослагательного наклонения. А почему все-таки, ну вот как спрашивал Николай Кабанов в предисловии, все-таки Латвия не чтит память Августа Винника, хотя все-таки его вклад, его роль была очень-очень значимой, и его имя не присвоено ни одной улице, его личность из истории Латвии вычеркнута. Вот в чем причина такого замалчивания, умалчивания? Ну, потому что в национальный миф современной Латвии он не может войти никак. Там есть место только для одного человека и тех, кого можно, ну хотя бы примерно изобразить его верными соратниками. Я думаю, даже можно не называть фамилию этого одного человека. И потом, тоже хотелось бы тогда узнать, как же можно будет совместить, ну, насколько я себе представляю, современные там, латвийские национальные мифы, так же можно будет совместить одновременно и Виннига, и Ульмуниса с его последующим свержением и бегством на пароход Саратов, и при этом ликование по поводу там, блестящей якобы победы над фрайкорами в боях под Цессисом в июне 19-го года, и потом еще историю с фрайкорами Бермантом Аваловым, и прочее. То есть все это очень разнородные сюжеты, которые однозначных толкований не допускают. И поэтому до тех пор, пока в национальный миф неприятная правда не включается просто потому, что она неприятная, Виннига там не будет. Если бы была более взвешенная позиция, по крайней мере, что здесь, да, допустим, первое латвийское правительство, имея, в общем-то, безвыходную ситуацию, пошло на откровенный обман, будем говорить так. Если бы это хватило ума и мужества признать, тогда, наверное, Винник бы появился с необходимыми комментариями, но он все-таки был бы. А так, вот, насколько я знаю современную позицию, даже очень, казалось бы, фундированную, ну, до сих пор есть попытки сделать вид, что ничего такого Ульманис там не подписывал, и ничего такого он не обещал, и это, если он один раз и сказал, то это нельзя считать официальной позицией правительства Латвии и так далее. Ну, это, простите, какие-то, если я отговорки, то еще не умел. То есть, мы должны поверить, что Карли Сульманис, будучи, безусловно, талантливым политиком, этого, кстати, Винник, и то не отрицает и говорит, что мне очень жаль, что этот человек не смог стать нашим союзником. Так вот, Карли Сульманис, находясь в здравом уме, отрезвой памяти, в отчаянном положении, 29 декабря, я напоминаю, Рига будет взята красными 3 января, только что в Риге был с трудом подавлен мятеж латышских, именно латышских, рот в индустрии. Так вот, Карли Сульманис в этой ситуации, когда понятно, что Ригу не спасти, всерьез полагает, что можно ничего такого не обещать, и при этом солдаты, разваливавшиеся германской армии, будут действительно воевать за Латвию здесь и сейчас, вместо того, чтобы ехать домой, и при этом они в общем-то и не претендуют на будущую землю. Вот в этом мы должны поверить. Да, конечно, это выглядит абсурдно. Но, скажите, вот у Бернарда Шоу, по-моему, была прекрасная фраза в одной из его пьес, когда спрашивают, что скажет история, история, как всегда, солжёт. неужели неужели вот всё-таки и в истории очень трудно добиться объективности, каждая страна пытается всё-таки создать свой национальный миф, который, ну вот, эти мифы чувствуются, что их очень тяжело сочетать с другими мифами. Вот насколько всё-таки возможно ли объективность в исторической науке? Ну, в науке она возможна. Возможно ли она в общественной национальной памяти? Вот о чём разговор. То есть, я не в то, чтобы в оправдание, но, по крайней мере, в понимание, что ли, мог бы заметить следующее. Во-первых, всё-таки становление наиболее такой, может быть, острый и смешной до абсурдности этапа национального миф проходят все. Вопрос в том, выздоравливают ли от этого абсурдного этапа или нет? Вот это вот вопрос тяжёлый. И, конечно, можно отрицать любые неприятные факты просто потому, что они неприятны. И это не специфика при Балтийских государстве или вообще всех государств и метров. Тут вполне, тут и из российской истории можно встретить пример. То есть, у нас до сих пор ещё в России есть люди, которые будут упорно говорить, что никаких вообще контактов Владимир Ильич Ленин с германскими спецслужбами не имел никогда, потому что он вождь мирового пролетариата и всё. То есть, мы на полном серьёзе должны поверить, что и германские спецслужбы, и германский генштаб не заметили проезда Ленина в пломбированном вагоне по территории Германии. Или они не знали, кто такой Ленин. Или они в военное время предоставили проезд ему, исходя из добрых побуждений. Ну, то есть, это просто сказка. Тут можно говорить о каких-то нюансах, но факт того, что, по крайней мере, в этом отношении сговоры, контакты налицо, безусловно. Но если признавать это, то придётся расследовать другие вещи, и тут наступает то же самое и, скажем, с латвийскими связателями. То есть, факт договора есть. Если всё-таки наконец признать, что да, без каких бы то ни было оговорок, Ульманис вынужден был обещать германским добровольцам не просто право гражданства, а поселение, потому что латвийское гражданство без земли немцам совершенно ни к чему. Я имею в виду немцам из рейха. Вот тогда для начала сказать, да, такое было. Да, потому что другого выхода не было. Это видно. И прекратить эти икилоки, тогда, соответственно, пойдёт какая-то более сложная концепция. Пока мы этого не видим. Ну что же, спасибо вам большое за такую интересную беседу и историческую лекцию. Леонтий Ланник, российский историк, профессиональный германист, сегодня был с нами на связи по скайпу, и книга его «Прибалтийский излом» мемуары Августа Виннига в его переводе с его комментариями и предисловием доступна в магазинах «Полярье». Спасибо вам огромное и надеемся до новых встреч. Можно прям короткую ремарку. Планируется ещё и по поводу русского следа. Мы надеемся, что отряд князя Ливина ещё тоже вскоре поступит в продажу. Так что, тем, кому интересно, следите. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо.